Яна Репина, дочь Ольги Бабиной, погибшей на предприятии Русский Хром 1915, просит взыскать с предприятия моральный ущерб. Его сумму журналистам не озвучивает, говорит, завод уже компенсировал затраты на погребение и поминальный обед, но боль от потери родного человека осталась навсегда. О предстоящей трагедии мать и дочь и подумать не могли накануне, строили совместные планы. Мы ходили с ней гуляли по аллейке и планировали на 8 марта пойти в ресторан, скажем так, отметить. У нас были планы много. А через два дня случилась трагедия. У Яны было выходной, когда ей позвонил начальник цеха, в котором работала мама, и сообщил шокирующую новость. Сказал, что мама получила ожоги очень большие, больше 90%, что она находится в реанимации. Я до сих пор это переживаю. Как-то я вхожу, и у меня пол просто уходит из-под ног. Что я... Врачи сказали, что шансов нет сразу, мне дают. 62-летняя Ольга Бабина, как и двое ее коллег, погибли из-за ЧП на производстве. 13 февраля на заводе «Русский хром-1915» смертельно пострадали трое сотрудников. Заместитель начальника и мастер электроцеха, а также электромонтер, коим являлась погибшая Ольга Бабина. По какой причине люди получили сильнейшие ожоги, до сих пор не ясно. Все трое имели большой опыт работы и были квалифицированными специалистами. Все правила соблюдались. Сотрудниками соблюдались? Сотрудниками. Все проверки у них были. Что там произошло, я не могу сказать. Ответить до сих пор на этот вопрос. Увидел обгоревших моих сотрудников. Работать не страшно? Так всегда страшно. Компенсировать моральный ущерб пока решили только родственники одной из погибших на заседании суда. Заслушали свидетелей, начальника службы охраны и начальника цеха, в котором произошло ЧП. В итоге суд вынес решение компенсацию морального вреда удовлетворить частично. Засказать с акционерного общества «Русский хром-1915» в ходе Репина. Я написал, что компенсация морального вреда, денежное средство размером 800 тысяч рублей. Решение может быть обжаловано в течение 10 дней. Но дочь погибшей Ольги Бабиной пожелала оставить его без изменений. Представители предприятия выразили соболезнования родственникам погибших и пока не решили, будут ли подавать апелляцию. Ранее, говорят, пытались решить вопрос компенсации в досудебном порядке. Репина, когда была у нас на встрече, она суммы не озвучивала. И у нее было решение на усмотрение суда. Поэтому даже изначально, когда была у нас на встрече, она сказала, что претензий к предприятию не имеет. Поэтому какой суд назначит сумму, стоя нам будет согласна. С момента трагедии в электроцехе прошло уже 4 месяца. По факту гибели людей сразу было возбуждено уголовное дело. А результаты внутренней проверки пока не обнародованы. Поэтому и виновные в случившемся не установлены. Были сомнения относительно того, что есть ли вина потерпевшая в этом, либо нет вины. Но суд констатировал, что вины потерпевшей несчастья не было. Ольга Бабина работала электромонтером в лаборатории больше 20 лет. Не меньший опыт работы имели и ее погибшие коллеги. Будут ли их родственники обращаться в суд с иском о компенсации морального вреда, неизвестно.